Всем привет! Меня зовут Елена Белова и вы на моем творческом канале. Пусть вас не смущает футбольный мяч в кадре. Я не буду вам рассказывать про футбол, потому что я в нем совершенно не разбираюсь. Но именно такой футбольный мячик мне подсказал идею для моего вязаного персонажа. Пока вы видите только его ножки и ручки, сейчас я вас с ним познакомлю. Эта игрушка у меня не новая, я связала ее еще в 2018 году. Очень хорошо запомнила этот год, потому что именно тогда проходил чемпионат мира по футболу в нашей стране. Не думайте, я не фанат футбола. Однажды как-то играла в свои школьные годы, мне даже удалось забить гол, но его, к сожалению, не засчитали. Потому что этот гол я забила руками, а правилами это запрещается. Не зря же эту игру назвали футбол, нога-мяч. Но мои домашние больше любят футбол, смотрят его, болеют за свои команды. И даже моя младшая дочь, она у меня не маленькая, заканчивает 11 класс, предпочитает гулять не в красивых платьицах, на каблуках, сумочками, с прическами. А взять мяч и погонять его во дворе с другими ребятами и девчонками. Так какое же отношение к футболу имеет мой вязаный персонаж? Знакомьтесь, это черепашонок-футболист. У него не обычный панцирь, а в форме футбольного мяча. Субтитры создавал DimaTorzok Посмотрите на его добродушную мордашку. Хоть он и мальчишка, но реснички я ему все равно решила добавить, чтобы мордашка была поинтересней. Использовала зеленые стеклянные глазки. Их я когда-то заказывала на Алиэкспресс. Мой футболист в кроссовках. Кроссовки не снимаются. В гольфах. Ручки у него в перчатках. Буду называть ручки, хотя, конечно же, у животных лапки. Поэтому к этому прошу не придираться. Мой черепашонок вот в таком шарфике. Шарфик в цветах российского флага. Да, мой черепашонок болельщик российской команды. Покажу вам его еще и вот так. Игрушка небольшая, высотой около 28 сантиметров. Но может быть чуть больше или чуть меньше. Черепашонок стоять не может, но зато может вот так сидеть. Также его можно посадить на полочку, чтобы ножки свисали. Ножки и ручки плотненько набиты. Проволоку или какой-то другой каркас я не вставляла. Низ панциря сделала однотонным, желтым. Сюда можно пришить эмблему любимой футбольной команды и связать шарфик в любых цветах или вообще обойтись без него. Панцирь тоже связанный. Покажу вам поближе. А когда панцирь не так близко, он очень похож на настоящий футбольный мяч. Мой черепашонок не только футболист, но и болельщик. Поэтому я ему связала еще и флаг. Самостоятельно черепашонок флаг держать не может, потому что в ручки, в лапки, в пальчики я не вставляла проволоку. Но можно сшить большой пальчик и указательный. Вот так. И тогда флажок будет держаться в лапках черепашонка. Давайте я вам расскажу про пряжу, которую использовала при вязании этого черепашонка. В данном случае я использовала два вида пряжи. Вернее не два, три. Сам черепашонок связан из акрила. Это пряжа лотос от Камтекс. 300 метров 100 грамм. 100% акрил. Номер цвета сказать не могу, потому что на этикетке его нет. На самом деле можно взять любой другой зеленый цвет. Вот такой зеленый я очень люблю. Вторая пряжа, которую я также использую в своих игрушках, это пихорка акрил. Метраж у нее точно такой же. 300 метров 100 грамм. Это тоже 100% акрила. Лотос от Камтекс и пихорка очень похожи. Не только по метражу и составу, но и по цветовой палитре. Поэтому я часто их совмещаю. На пихорке есть номер цвета, это 01. Низ панциря я связала желтым цветом. На этикетке есть номер оттенка 104. Такой яркий, желтый, насыщенный цвет. Немного синего. Взяла такой цвет, не сильно темный. Это пихорка акрил и цвет называется кжель 242. Совсем немного темно-зеленого. Это у меня остаток. Не могу сказать, что это за пряжа пихорка или лотос. И номер оттенка тоже не знаю. Но можно взять любой другой темно-зеленый цвет. Для окантовки панциря. И совсем забыла принести моточек красного цвета. Красного совсем немного. Это шнурки. Полосочка на гольфиках, на шарфике и на флажке. Вязала крючком номер 125. Этим крючком я вяжу все свои игрушки из этой пряжи. А вот панцирь я уже вязала из другой пряжи потоньше. Это ирис. Покажу поближе этикетку. Потому что иногда у меня спрашивают, какой именно ирис. Комбинат имени Кирова. Черный, белый и немножко бежевого для швов. Ирис я вязала крючком номер один. Сейчас я пробую вязать игрушки полностью из ириса. И использую крючок 0,65. Для того, чтобы в полотне не было дырочек. И наполнитель не выглядывал. Поэтому на панцире вы, конечно же, можете заметить вот эти дырочки. Но, возможно, если бы я полотно так не растягивала, они бы не были так заметны. Конечно, можно использовать и другую пряжу. Главное, чтобы все цвета были одной толщины. Но и тогда вам нужно будет самостоятельно подбирать размер вот этих ромбиков. Если для черепашонка вы возьмете пряжу потолще, то и для вывязывания вот этого панциря нужно будет взять пряжу тоже потолще. Или, например, вязать ирис в две ниточки. Еще один вариант это дополнительно довязать или убавить, если вдруг вы будете вязать этого черепашонка более тонкой пряжей, на каждом элементе панциря. В этом нет ничего сложного. Своему черепашонку я никакое имя не придумала. Так и назвала его Черепашонок-футболист. Надеюсь, футбольные фанаты на меня не в обиде, что я связала такого футболиста. Черепашонка. Нет, я ни на что не намекала. Мне просто понравилась такая идея изобразить панцирь черепашки в виде футбольного мяча. Еще один момент, на который я хочу обратить ваше внимание. Потому что иногда не прилетают такие комментарии, я бы сказала, даже в форме претензии. Почему у ваших игрушек на ручках вместо пяти четыре пальца? При этом никого не смущает, что мои ежики, мишки, зайки в ботиночках, с прическами, с человеческими глазками и другим оформлением, совершенно несвойственным этим зверюшкам в природе. Если вас смущает ручка с четырьмя пальчиками, ну свяжите ей еще один пальчик и просто его пришейте, вот здесь. У меня это больше в стиле мультяшных персонажей. Но какая же у тебя милая мордашка, мой черепашонок футболист. Да, если у вас есть желание, то, конечно, можете написать, какое имя вы бы ему дали. Как вам кажется, какое имя подходит такой мордашке? Если вам понравился мой футболист и вы хотите его связать себе или кому-то в подарок, то мастер-класс в формате PDF можно приобрести у меня. Это текстовое описание с фотографиями, не видеоформат. Мой мастер-класс не содержит уроков по вязанию, поэтому он подойдет только для тех, кто умеет вязать крючком. Если вы ни разу не вязали по моим мастер-классам, то можете заглянуть в плейлисты на канале, найти мастер-классы крючком. Там представлено много бесплатных мастер-классов. Открыть любой, посмотреть. И если вам будет понятно, то и с моим мастер-классом в формате PDF вы тоже справитесь. Приобрести мастер-класс по этому черепашонку можно у меня. На ярмарке мастеров у меня есть магазинчик. Вы можете приобрести мастер-класс там или просто написать мне в соцсетях. Все ссылочки есть под видео. Здесь в комментариях под видео я не обсуждаю вопросы купли-продажи. Все только в личной переписке. Если вы решите приобрести мастер-класс у меня в ВКонтакте, в Одноклассниках или Инстаграме, я не отвечаю тем, у кого закрытый или пустой профиль. Тогда лучше сразу перейти по ссылочке в мой магазин на ярмарку мастеров. И там приобрести этот мастер-класс. На этом я буду заканчивать. Не забудьте поставить пальчик вверх, если вам мой черепашонок понравился. Ему будет очень приятно. Увидимся с вами совсем скоро. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»